С вами канал Ирландия глазами украинцев и это новости Ирландии за прошедшую неделю. В этом новостном блоке мы рассказываем свежие актуальные новости касающихся украинских беженцев в Ирландии, о их размещении и о нововведениях в приеме украинских беженцев. На все новости, которые мы рассказываем, есть ссылки внизу в описании под этим видео, поэтому вы можете легко перейти, прочитать и убедиться в достоверности информации. В Ирландии рассматривают вариант предоставления гражданства украинцам. Для десятков тысяч украинцев должен быть открыт путь к постоянному пребыванию. Также правительство готовится к удвоению числа беженцев из Украины и к тому, что многие захотят остаться, сообщает Ариш Экзаменер. Новый министр по вопросам интеграции Ирландии Джо О'Брайн заявил, что для десятков тысяч украинцев должен быть открыт путь к постоянному пребыванию, чтобы они могли подать заявление на получение гражданства или вида на жительство. Министерство юстиции рассматривает варианты предоставления украинцам статуса на срок до 5 лет, после чего они могут подать заявление на получение гражданства. «Я ожидаю, что нам нужно открыть путь к этому просто в целях интеграции», сообщил он. Украинские беженцы в Ирландии классифицируются как получатели временной защиты с правом жить, работать и получать льготы в рамках директивы ЕС. Этот статус продлили до марта 2024 года. По мнению министра, значительная часть украинцев Ирландии решат остаться надолго. Чиновник отметил, что правительственные ведомства должны планировать такое же количество людей из Украины, как и в 2022 году. Каждый округ должен будет разместить модульные дома на уровне на больше тех 700 объектов, запланированных в настоящее время на национальном уровне, отметил он. Государству придется приобрести много объектов недвижимости, чтобы в ближайшие месяцы разместить людей, ищущих защиты, и уменьшить зависимость их размещения от отелей. Власти Ирландии не исключают, что украинским беженцам придется ночевать на улице. Власти приложат все усилия для того, чтобы помочь женщинам, детям и инвалидам, однако в ближайшие несколько дней центр приема беженцев в сети Вест будет закрыт, и риск остаться на улице реален. Пребывающие в Ирландию беженцы рискуют остаться на улице, так как правительство не сможет их разместить, заявил министр интеграции Родерик О'Горман 19 января, пишет The Irish Examiner. Он пояснил, что людям выдадут продовольственные ваучеры, и с ними свяжутся, когда появится возможность их где-то разместить. Это уже третий раз, когда правительство вынуждено закрывать центр, однако О'Горман отметил, что на этот раз центр будет закрыт дольше, чем раньше. По его оценке, жилье не получается найти до середины февраля, и неясно, сколько вновь пребывающих можно обеспечить жильем. В настоящее время на попечении государства находятся 52 800 беженцев из Украины и 19 450 беженцев из других стран. Модульные дома, на которые рассчитывало государство, которые должны были построены быть в ноябре 2022 года, будут построены не раньше Пасхи, сообщил министр. Напомним, что ирландские власти вынуждены были вернуться к практике размещения беженцев в палаточных лагерях, отчего ранее отказались с наступлением холодов. Размещение беженцев в палатках. Всю неделю в Ирландии действует желтое предупреждение. В нем говорится, что зимние дожди продолжаются, а на юго-западе возможны ледяные дожди. Также могут быть участки ледяного тумана, а в некоторых частях средней полосы температура опустилась до минус 7 градусов. Тем временем Юджин Куин из службы иезуитов-беженцев рассказал о 88 просителях убежища, проживающих в палатках в центре прямого снабжения на колишен в Милике графства Клэр. Выступая на канале РТИ в программе «Утренняя Ирландия», господин Куин сказал, что в каждой палатке находится по 8 человек в очень стесненных условиях. Он сказал, что при минусовых температурах жить тяжело, а эти люди находились в Ирландии 10 дней. Господин Куин сказал, что отопление проходит через палатки, но палатки защищают только от непогоды. Палатки не соответствуют нашим международным правовым обязательствам и основным потребностям и не позволяют людям жить достойно. Мы думаем, что можем и должны работать лучше. Более 200 человек приняли участие в акции солидарности с беженцами в Дублине. Эта демонстрация прошла в четверг вечером и была организована в ответ на недавние антииммиграционные демонстрации в Уист-Ол и Балимане. В митинге приняли участие местные жители, политики и беженцы. Одна из организаторов Кейт Муни говорит, что нехватка жилья для беженцев происходит не по вине прибывающих сюда людей. У нас ужасная ситуация с жильем и ужасная неспособность людей арендовать или купить жилье. Люди живут в отелях и это абсолютно ужасная ситуация. Она сказала, что люди законно возмущены этим, но они должны направить свой гнев на правительство, а не на людей, ищущих убежища и безопасности. Руководитель People Before Profit Джейна Кенни пообещал продолжать выступать против протестов против беженцев после того, как крайне правые деятели пригрозили прийти в его семейный дом. Угроза последовала за его присутствием на встречной демонстрации в Клон-Далкине. В заявлении, сделанном во вторник, господин Кенни сказал, что ультраправые деятели преследовали меня и мою семью. Они распространяли ложь обо мне и угрожали прийти ко мне домой. Правительство предупредило о пропускной способности школ для украинских школьников. Официальные лица предупредили министра, что департамент образования сталкивается со значительными затратами и нехваткой ресурсов, связанными с прибытием детей в Украину. Они заявили, что первоначальный приток студентов был обеспечен за счет существующих ресурсов, однако большая часть из этих избыточных мощностей в настоящее время исчерпана и дальнейшее увеличение числа студентов потребует капитальных вложений, как говорится в информационном документе. По состоянию на 22 декабря предыдущей погоды в ирландских школах обучалось 13 753 украинских ученика, из них 8 823 человека учатся в начальных школах, а 4 930 человек в средних школах. Он добавил, что ожидает серьезных проблем в обеспечении достаточного количества мест в школах на сентябрь 2023 года. Разрыв в заработной плате мигрантов. Жители Восточной Европы зарабатывают на 40% меньше, чем их ирландские коллеги. Согласно новому исследованию Института экономических и социальных исследований, восточноевропейские рабочие в Ирландии зарабатывали на 40% меньше в час, чем их ирландские коллеги, в период с 2011 по 2018 год. Исследование показало, что неирландцы в среднем зарабатывают на 22% меньше, чем их ирландские коллеги, хотя разрыв в заработной плате мигрантов со временем сократился. Также исследование показало, что те, кто приехал в Ирландию из Азии и западных стран ЕС, Северной Америки и Австралии, как правило, получали немного меньше, чем их контрагенты ирландцы. Всего от 3 до 7% в сопоставимых обстоятельствах. Различные сообщества тяготеют к различным секторам занятости. Например, 1 треть азиата, 32%, работает в сфере здравоохранения или смежных областях. Доктор Джеймс Лоуренс, автор отчета, показал, что некоторые неирландские национальные группы испытывают существенное снижение заработной платы, которая сохраняется с течением времени. Одной из потенциальных причин этого вывода может быть то, что образовательные квалификации заинтересованных лиц не получают равного признания со стороны работодателей в Ирландии, сказал он. В Ирландии больше рабочих мест, чем людей, ищущих работу, говорит глава ирландской Лин Кайди. Шерен Макуй говорила в программе Newstalk Peta Quenny о новом опросе, который показал, что почти трое из пяти ирландских профессионалов рассматривают возможность новой работы в этом году. По ее словам, рынок труда сейчас очень напряженный, в течение всего 2022 года работодателей, ищущих сотрудников, было больше, чем людей, ищущих работу. Тем не менее, удаленная работа была проблемой, которая еще не решалась. Я бы сказала, что пройдет от двух до пяти лет, прежде чем мы войдем в настоящий ритм, когда мы действительно поймем, как будет работать гибкость, гибридность и удаленность. Госпожа Макуй отказалась комментировать сообщение о том, что Microsoft может сократить 5% своей рабочей силы. Согласно сообщениям в СМИ, Microsoft заявила, что будет сокращать тысячи рабочих мест по всему миру, при этом ожидается, что некоторые должности будут упразднены в отделах кадров и инженерных подразделениях. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Увидимся с вами в среду в рубрике «Законы Ирландии».